Как создать кошелек в приложении Telegram? Для того, чтобы найти кошелек в Telegram, нам нужно пройти по ссылке, то есть ставить эту ссылку в браузер. Это один вариант, вот таким вот образом. У вас тогда здесь выйдет кошелек, вы нажимаете «Открыть приложение» и входите в свой Telegram через это приложение. Другой вариант. Вы можете прямо у себя в приложении в Telegram вбить вот сюда вот «Собака валит» и найти вот такого вот бота, видите, вот с голубеньким значком. Валит с голубеньким значком. Вот ни новости, ни поддержка, ни что-то другое. Вот он у нас прямо сразу вышел. И нажать кнопочку «Запустить». Сейчас мы с вами это сделаем, но я сейчас хочу показать вам, что вот в этом аккаунте кошелька еще нет. Где мы это можем посмотреть? Открываем меню. И видите, здесь вот у меня перечислено меню, и здесь нет кошелька. В аккаунте, в котором настроен этот кошелек, добавлен, он должен отображаться здесь. Во всяком случае, в андроиде. Сейчас я записываю видео, где работа ведется на компьютере, на декстопной версии. Но в мобильной версии получается то же самое. То же самое. Вы также входите, набираете валит, ищите вот такого вот бота, значок бота, видите? И кошелек подтвержденный, с синенькой галочкой валит. Открывается вот такое всплывающее окно, где вы нажимаете «Запустить». И для того, чтобы нам запустить кошелек, мы должны или открыть кошелек, или нажать на кошелек. Давайте нажмем «Открыть кошелек». Вот здесь вы можете посмотреть видео, как это сделать. Мы приступаем сразу «Открыть кошелек». У нас есть место, где мы должны подтвердить, принять условия, то есть поставить галочку «Согласиться». И вот мы уже в своем кошельке. Он у нас уже добавлен. И если сейчас посмотреть, вот здесь, видите, у нас появился этот кошелечек. До этого его здесь не было. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно настроить этот кошелек. Давайте теперь пройдем по этой кнопке, мы попадем туда же. И мы нажимаем «Начать». Здесь у нас перечислены все возможности для пополнения с банковской карты, P2P на P2P маркете и пополнения с другого кошелька. Но пополнение с банковской карты – это понятно. Покупка на P2P. Что это значит? Это значит, что мы будем покупать какую-то монету. Значит, здесь есть три всего. Здесь есть Тонкоин, есть Биткоин и есть ИОСДТ. И мы будем покупать монету у какого-то другого пользователя, который в этот момент продает. И пополнение с другого кошелька – это если у вас есть ИОСДТ, к примеру, на какой-то бирже, на каком-то другом кошельке, вы можете пополнить с этого кошелька через вот эту вкладочку. Мы нажимаем «Позже». Мы это позже все будем делать. Сейчас вот, видите, у нас отобразились три монеты, которые продаются здесь. Тонкоин, ИОСДТ, цифровой доллар и Биткоин. Еще у нас появился какой-то Тултон Спейс в этой версии. Но об этом мы потом будем узнавать. Во всяком случае, мы сейчас интересуемся вот этой вот монетой, цифровым долларом. То есть, мы будем заводить деньги в него. Мы будем заводить деньги именно на этот кошелек, цифровой доллар. Хочу показать сразу. Вот смотрите, мы находимся в России. Если мы сейчас нажмем, что мы хотим купить доллары с банковской карты, а выбрать нам нужно здесь Россию. Видите, перечень стран открывается. Вот сейчас я прям хочу этот момент показать. Вот российский рубль. Видите, что нам это отображается? Покупка по картам российских банков недоступна. Оплатить карты банка РФ можно только в P2P маркете. То есть, нам конкретно нужно идти в P2P маркет. Но есть и другой вариант. У меня другая карта. То есть, если есть у кого-то другая карта, вы в принципе можете ею воспользоваться. Сейчас очень многие ребята открывают карты в Грузии, в Казахстане. Вот этот вариант абсолютно доступен здесь. Итак, мы переходим в P2P маркет. Нажмем готово. P2P маркет. Быстрая операция, удобные методы оплаты. И нажимаем начать. У нас есть два варианта. Либо купить, либо продать. В данном случае нам нужны USDT на кошельке. Телеграмма. И мы нажимаем купить. Купить. Выбираем USDT. Вот сейчас мы видим, отображается вот такой вот курс у нас. И выбираем лучшего для нас продавца. Вот смотрите, у этого продавца сделок всего 10, да. Но у него 100% выполнены сделки. У этого продавца сделок 90, но выполнено на 86%. Но причина неизвестна. Но тем не менее, как бы это не очень хорошо, да. И смотрите, чем мы опускаемся дальше вниз, тем становится курс немножко дороже, да. Вот эта разница в курсе, она на самом деле настолько несущественна, что на нее ориентироваться, в общем-то, и не нужно. Ну вот, этот вот продавец вполне подходит. 97 долларов 30 центов. Райфайзен банк, СПБ. Нет. Мы не сделали выбор банка. Вот мне эти банки не подходят. Мне подходит банк Тинькофф. Поэтому я выбираю Тинькофф и говорю готово. Теперь у меня отобразятся все продавцы, которые продают через банк Тинькофф. Давайте попробуем. Вот видите, у него очень маленькие лимиты, да. От 100 до 2875 рублей. Не подходит нам этот вариант, потому что нам нужно купить. Давайте попробуем вот этого. У нее тоже 100% выполнены сделки. Нажимаем купить. Ну, здесь уже, да, чуть-чуть побольше. Можно почитать детали объявления. Детали объявления, то есть описание, да. Указан курс. Указано, сколько доступно всего долларов у продавца. Лимиты в рублях. Метод оплаты Тинькофф по ФБП, то есть по номеру телефона. И время на оплату дается 15 минут. Данные продавца. Здесь мы должны указать сумму в рублях, на какую мы будем покупать у него доллары. Видите, минимальная сумма на 10 тысяч рублей. Как только мы указали правильную сумму, у нас сразу появилась кнопочка купить. Сейчас я покупать не буду, я просто показала, как это все работает. То есть можно регулировать, отрегулировать кнопку назад и поискать другого продавца, у которого лимит будет поменьше. Вот здесь вот от 10 тысяч, тоже от 10 тысяч. От 4 тысяч. Ну, курс немножко-немножко побольше, да. Ну, вот этот курс, на самом деле, вот эти копейки, они так особой роли не сыграют. Поэтому можно выбирать и вот такого продавца. Ну, опять же, больше нравятся те продавцы, у которых исполнено 100% сделано. Надеюсь, разберетесь с установкой кошелька. Почему? Потому что для работы нашего сервиса нам нужен будет кошелек. Официальный кошелек в Телеграме и больше никакой другой. Потому что часто задают вопросы, можно ли оплатить сервис с какого-то другого кошелька, допустим, с какой-то биржи или с Метамаской или там с Тронлинка. Нельзя. Ответ нельзя. Единственный кошелек, это который находится в Телеграме. И когда появится у нас кабинет, а кабинет тоже у нас будет находиться в Телеграме, в боте, тогда мы этот свой кошелек интегрируем туда, в наш кабинет. Вариант у нас один. Надеюсь, что было все понятно. Если нет, задавайте вопросы в чате.